В Ленгасово же сегодня свои двери распахнули 49 новых квартир. Все для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Правда, в торжественной обстановке ключи получили только два обладателя благоустроенного жилья. Необходимые документы на квартиры для остальных еще не готовы. Подробности коммунального праздника расскажет Дмитрий Житарчук. Удивительно, что так быстро новую квартиру дали, рассказывает обладательница этих новых квадратных метров, жительница Ленгасова Светлана Попова. Причем не шутит. Еще два года назад она жила в этом аварийном доме. После того, как рухнула стена, его расстелили. Сама Светлана позже скиталась по съемным квартирам. Ничего уже от государства не ждала. Как, впрочем, ее соседи по несчастью тогда. Ничего не предлагали. Вот сейчас, если что-то получится, то получится. Если не получится, то будем так жить на страхе. И вот спустя два года Светлана получила новое жилье. По квадратным метрам равноценное. В новостройке по соседству с ее старым домом. Довольна, но не всем. Планировку собирается менять. Я работаю сама как бы строителем, но крановщик. Я немножко понимаю, тут реально все переделать. Но на двоих человек, я говорю, очень большая кухня. Я зашла, не думала, что такие размеры будут. Я думала, что это будет очень... Я вообще довольна. Эта новостройка на 49 квартир построена специально для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. На деньги областного, городского, бюджетов и средства фонда развития ЖКХ. В свое время власти решили не выкупать квартиры на вторичном рынке для переселенцев, а строить многоквартирные дома для этих целей самостоятельно. Как показала практика, это решение было абсолютно правильным. Это позволяет самим контролировать сроки, это позволяет самим контролировать стоимость строительства, качество строительства. И я надеюсь, что те люди, которые едут сегодня в этот дом, они как раз убедятся в том, что мы можем и строить качественно, и строить быстро. Ключи сегодня получили только две семьи. Остальным власти пообещали выдать их позже. Документы на квартиру еще не подоспели. Но праздник новоселья решили устроить уже сегодня, как всегда, с красной лентой. Все квартиры тут в чистовой отделке. Ванны и туалеты оборудованы сантехникой. В ближайшее время сюда из аварийных домов переедут почти 140 человек. А скоро будет сдан еще один многоквартирный дом для переселенцев в Коминтерне. Запланировано строительство еще двух. В Долгушино, также в Заречной части города. Дмитрий Жударчук, Николай Шихарбеев, Бюро новостей, Давича.